Доброе утро, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Хотел поблагодарить за то, что предоставили такую возможность выступить, рассказать об этом, скажем так, диковинном звере, как его максимально эффективно использовать, как максимально эффективно использовать принципы доказательной медицины, применить их в реабилитации онкологических пациентов. В настоящее время в Российской Федерации из-за недостаточного развития современной научной методологии и единых стандартов сформировался большой разброс представлений о схемах оптимального применения лечебных и физических факторов в лечении и реабилитации пациентов, большинство из которых не имеет строгой научной доказательной базы. Между тем, в мире проблемы доказательных исследований было обозначено еще в 80-е и 90-е годы 20 века, и решение регламентировано соответствующими международными согласительными документами. Что из себя представляет концепция доказательной медицины? Это подход к медицинской практике, при котором решение о применении профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий принимается исходя из имеющихся доказательств эффективности, я акцентирую именно внимание на слове эффективнее эффект, и безопасности. А сами доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациента. Основными компонентами всей этой схемы являются, в первую очередь, это исследования с высоким уровнем доказательности. Их применение специалистам, которые обладают клиническим мышлением, с учетом персонализированного подхода к пациенту, то есть с учетом его индивидуальных особенностей. В 1990 году регуляторные органы, отвечающие за обороты регистрации лекарственных препаратов, в данном случае фармацевтическая отрасль является локомотивом в развитии принципов и подходов доказательной медицины, организовали международную конференцию по гармонизации требований к проведению и испытаниям. То есть это регуляторные органы Соединенных Штатов Америки, Японии и будущего Европейского Союза. И на базе ежегодно проводящейся конференции в 1997 году были анонсированы международные правила проведения клинических исследований. Всем известно как GCP, который является научным и этическим стандартом планирования и проведения клинических исследований. В последующем национальные системы здравоохранения в течение нескольких лет выпускали аналогичные документы у себя. И вот в 2005 году в Российской Федерации появился национальный стандарт, надлежащая клиническая практика, который полностью отражает содержание базового основного документа. Следующий виток развития был в 2018 году, когда под Новый год был подписан 489 федеральный закон о внесении изменений в статью 40 федерального закона об обязательном медицинском страховании и федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, который по сути дела легализовал и узаконил такое понятие, как клинические рекомендации, объяснил их место, скажем так, как в нашей жизни и работе. В последующем феврале были выпущены ряд подзаконных актов Министерства здравоохранения, которые определили положение о научно-практическом совете по вопросам клинических рекомендаций, его состав, критерии формирования перечных заболеваний, по которым разрабатываются клинические рекомендации, перечень, порядки и сроки разработки, то есть регламентировал весь механизм. Что из себя представляет жизненный цикл клинических рекомендаций? То есть по прошествии времени определенного опыта, сейчас не могу конкретно сказать, с инициализации начинается ли новый цикл или заканчивается предыдущий, но допустим, с инициализации проблемы начинается новый цикл. В последующем идет поиск и анализ доказательств обозначенной проблемой, синтез рекомендаций, их апробация, экспертиза, ратификация, внедрение, актуализация и новый виток. Хотел бы сегодня остановиться более подробно на поиске и анализе доказательств и синтезе рекомендаций. Из каких составляющих они состоят? Это поиск и анализ доказательств. То есть в первую очередь надо определить конкретные клинические ситуации, то есть постановка конкретных клинических вопросов и задач. Определение стратегии поиска, то есть определить, какие базы данные, какие ключевые слова и глубина поиска. Поиск и отбор доказательств. То есть определить, с каким уровнем качества исследований будем работать и соответствия их выбранной модели пациента и систематический анализ одобранных доказательств. Синтез рекомендаций. То есть это разработка рекомендованного доказательного профиля, применение революционных технологий, формирование дополнительных элементов клинических рекомендаций. То есть это описание методик, создание алгоритмов, схем и анализ возможных последствий внедрения. Технология, которая позволяет воплотить оба этих этапа и называется наукометрический анализ. То есть это технология обработки научных знаний, изучающая эволюцию науки через измерения и статистическую обработку современных доказательных ресурсов. Для непосредственного анализа используется вот то, что представлено на вершине данной пирамиды. То есть это в первую очередь метаанализы, систематические обзоры и рандомизированные контролируемые клинические исследования, которые являются основой. Напомню, метаанализ – это объединение результатов нескольких исследований, методов и статистики для проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез. Рандомизированные контролируемые исследования – тип научного эксперимента, целью которого является уменьшение определенных источников систематической ошибки при проверке эффективности новых методов лечения. Исследования, которые являются, скажем так, менее качественными, назовем так, они в данном случае не будут учитываться, хотя мы достаточно часто встречаемся с тем, что перечисленные в иерархии качества доказательных исследований, в том числе и комментарии, и экспертные мнения, они лежат в основе тех или иных методов, которые мы применяем рутинно, годами, не задавая себе вопроса, почему это так происходит. Основные атрибуты рандомизированных клинических исследований – это сравнительный характер, рандомизация, имитация вмешательства в группе сравнения, репрезентативная выборка пациентов и оценка по конечным точкам, что применительно к реабилитации, в общем, и реабилитации онкологических пациентов, достаточно трудная задача, потому что оценка по конечным точкам, такие как качество жизни, она порой бывает достаточно проблематична. из-за субъективности восприятия. Методики, которые мы используем для поиска исследований, то есть методика ПИКОТ, которая – это метод постановки, формулировки проблемы, которые направлены непосредственно на конкретную клиническую ситуацию. И вот вы видите, что основные таргеты в данном случае, то есть первое – это пациент, клиническая модель пациента, конкретное вмешательство, которое мы оцениваем, группа сравнения и исход, то есть результат. Иногда еще добавляется буковка «Т», то есть это временной интервал. где и каким образом будем искать, то есть возможно использование компьютеризированных систем поддержки решения, это рефераты в доказательных журналах, охрановские обзоры, оригинальные статьи, то есть везде, где можно найти достаточно высокого уровня доказательности исследования. Важный момент. Известные поисковые системы, которыми мы пользуемся каждый день, обеспечивают очень удобный вариант поиска последних новостей, прогнозов погоды, рецензий на книги и фильмы. Но плохо подходит для поиска высококачественных клинических исследований, так как многие крупные веб-сайты, они содержат глубокий контент, который не индексируется поисковыми серверами, и поэтому достаточно сложно найти в тех инструментах, которые мы используем каждый день, то, что нам нужно для работы. Что мы рекомендуем, что мы используем в своей рутинной практике? Первое. Реабилитационная база доказательных исследований ПЭДРО, основанная и разработанная на базе Сиднейского университета, это специализированная база данных именно по реабилитационным исследованиям. Кохрановская библиотека и ПАБМЕД, всем известный, широко использованный. В данных базах данных насчитывается более 45 тысяч исследований по физическим методам лечения. И очень важно подходить к ним критически, потому что надо понять, на что ориентировано то-то или иное исследование. На процесс, на конкретную демонстрацию эффекта, или результат. То есть продемонстрировать эффективность. Потому что продемонстрировать воздействие некоторого фактора на процесс существенно легче, чем выяснить, влияет ли он на результат. Потому что регистрация показателей процесса обычно простая, не занимает много времени. А вот выяснение результата, как правило, требует кропотливой длительной работы и нередко связано с субъективными проблемами измерения, особенно если речь идет о качестве жизни. Основные направления использования физических факторов в онкологии. Это профилактика онкологических заболеваний в группе риска, лечение, то есть это фотодинамическая терапия, лазеры, криводеструкции, фотодеструкции, симптоматическая терапия, коррекция болевого синдрома, фатих синдрома, депрессивных расстройств. Комплексное применение с другими видами лечения, то есть химиотерапия, радиотерапия, хирургическими методами лечения, реабилитация пациентов после хирургических вмешательств, палеотивная помощь и терапия. Наиболее часто применяемые физические факторы. Самые популярные практически 60-70% исследований посвящены физическим упражнениям физической нагрузки. То есть это прессотерапия, компрессионная терапия, различные варианты механ-терапии, массаж, мануальный лимфодренаж, пустуральные техники, кинезиотейпирование достаточно популярно, стало последнее время ультрафиолетовое облучение, фотодинамическая терапия, лазерное излучение, электротерапия в различных вариантах, магнитотерапия, криодеструкции. Я уже про электротерапевтические техники говорил. Оксигенотерапия, дыхательные гимнастики, как вариант лечебно-физической культуры. Традиционно-здоровительные практики, рефлексотерапия, релаксационные терапии. Наиболее частые локализации. То есть это поверхностные локализации, опухоли кожи, опухоли молочной железы, то есть коррекция послеоперационного отека, постмастокномического отека. Колоректальный рак, это коррекция моторно-эвакуаторной функции. Опухоли центральной нервной системы, коррекция двигательных и мышечно-тонических расстройств. Опухоли головы и шеи, то есть восстановление функций голоса, функций глотания, коррекция ксеростомии. Рак легкого восстановления послехирургического лечения. Также при опухолях женской репродуктивной системы, это коррекция функций тазовых органов. У детей коррекция болевого синдрома, психоэмоциональная коррекция. И без конкретной фиксации на топографии, если это коррекция боли, побочных эффектов радиохимиотерапии, то есть все, что относится к сопроводительной терапии. В вышеперечисленных базах, вот на 1 января 2021 года нами отобрано порядка 2000 клинических исследований, которые мы оценивали с помощью специальной шкалы, базы данных ПЭДРА. То есть эта шкала содержит 10 основных атрибутов клинических исследований. Борис Сергеевич, 1 минута, рассчитывайте. Ой, я сейчас ускорюсь, прошу прощения. За каждый атрибут дается 1 балл, баллы суммируются, не учитываются метаанализы, систематические обзоры. Вот таким образом выглядит распределение этих исследований, то есть вы видите, основные исследования попадают в диапазон от 4 до 8 баллов. Таким образом представлено распределение по годам. Вы видите ступенчатое увеличение количества их исследований, то есть интерес растет из года в год. Распределение этих исследований, как я уже говорил, львиная доля – это физические упражнения, прессотерапия, массажи. На основе детального анализа всех клинических исследований, которые мы анализировали, был создан рекомендованный доказательный профиль, в котором исследования были разделены на 3 основные группы. То есть это основные, дополнительные и кандидатные. Основный эффект на клинику, качество жизни которых доказан, дополнительная эффективность исследований, но требует уточнения, и кандидатные эффекты требуют дополнительных исследований. Подводя черту, хочу сказать, что в международных специализированных базах данных достаточно исследований для проведения их систематического анализа и последующее формирование клинических исследований. Чисто этих исследований активно растет. Необходимо проведение дальнейших, в том числе отечественных, исследований, отвечающих современным международным методологическим требованиям качества и следующих применения технологий физической революционной медицины при различных формах онкологических заболеваний, на различных этапах лечения и реабилитации. Клинические рекомендации, разработанные на основе полученных таких исследований данных, позволят существенно повысить качество и эффективность лечения и реабилитации пациентов онкологического профиля. И в качестве пускриптума хотел сказать, что врач, который не понимает, что в 21 веке именно доказательная медицина формирует наши взгляды, просто не имеет права лечить, потому что такое лечение будет шарлатанством. Благодарю за внимание.